19 декабря в зале администрации в рамках Международного дня борьбы с коррупцией состоялось собрание актива города под руководством первого заместителя глава администрации Курголии Курголиева. На собрании приняли участие заместители глава администрации, председатель собрания городских депутатов Загид Салим Дадаев, первый заместитель прокурора Магомед Мажитов, а также руководители управления и ведомств города. Основным докладчиком по теме выступил заместитель глава администрации Смейл Дадаев. Анализ антикоррупционного статуса Республики Дагестан позволяет выделить основные направления повышения его деятельности, совершенствование антикоррупционного законодательства и ужесточение контроля за его исполнение, повышение риска наказания для лиц, допустивших коррупционные правонарушения, усиление экономических мер, направленных на повышение роли конкуренции и качества предоставляемых муниципальных услуг, минимизация потенциальной прибыли от коррупции, формирование дублирующих государственных структур, позволяющих оптимизировать конкретные административные процедуры. Дадаев отметил, что в настоящее время в Республике Дагестан антикоррупционная политика достаточно широко демонстрирует имеющиеся механизмы по противодействию коррупции. Далее первый заместитель прокурора города Магомед Мажитов в своем выступлении отметил, что реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции и эффективности антикоррупционных мер Республики Дагестан на территории муниципального образования на сегодняшний день имеет положительную динамику. Мы доводим до сведения тех или иных полномоченных должностных лиц о основных требованиях законодательства, предупреждаем о недопустимости нарушения закона, а в случае допущения тех или иных нарушений закона предпринимаем соответствующие меры русского реагирования. Мы очень огромный акцент делаем на проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правых актов, а также проектов. То есть, еще на стадии подготовки нормативно-правых актов мы занимаемся упреждающими мерами для того, чтобы не допустить в свет те или иные нормативно-правые акты, которые непосредственно могут быть отражены уже для проявления коррупционных составляющих. Также на территории города проводится оценка коррупционно-опасных функций. Определяются перечни должностей муниципальной службы и муниципальных должностей, имеющие коррупционные риски. Ведется усиление экономических мер, направленных на повышение роли конкуренции и качества предоставляемых муниципальных услуг, подчеркнули выступающие. Стоит отметить, что в январе 2018 года будет принят республиканский план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, после чего ожидается принятие городского плана по противодействию коррупции.